Алло. Алло. Скажите, Центробанка звонок в сектороправлении и правоисправленными задолженностями. Валерий Владимирович КВД. Еще раз, откуда звонок? Центробанка звонок. А, а то мне казалось, что Центробанка. Думаю, вот это да, вот это честь. Слушаю вас, да. Ничего не происходит? Боже упаси, что должно происходить? В вашем тоне слышат какие-то фатальные нотки. Что должно происходить у человека? Ничего, у вас именно происходит по оплате. Ничего, как вы видите, ничего не происходит. Я не смогу вам помочь. Вы работаете? А это какое отношение имеет к тому, что происходит, точнее не происходит? У нас есть такая информация, что у вас потеря источника дохода, да, в декабре? Так, сейчас выходные. О какой работе может идти речь? Ну хорошо, есть у вас информация и, допустим, она верная. Что дальше? Какой выход сейчас вы видите в следующей ситуации? Да я как бы не рассматриваю варианты выхода никакие. Пока что. То есть вы живете в судебном процессе? Вот видите, хорошо, барышня. То есть комментарии у вас корректные. То есть там написано, да, что все вопросы в суде вы, если хотите, можете мне задать. Сергей Владимирович, ну вы должны понимать, да, что давно вы живете с нашим клиентом, да? Не хотелось бы делать в судебном процессе. Кому не хотелось бы? Ну я-то хочу вот... Отнеситесь к своему клиенту с уважением. Клиент вам заявляет. Итак, я хочу ищить все вопросы с вами в суде. Еще раз посмотрю, я ваш клиент. Вы меняете условие договора в одностороннем порядке. Да, это мой шаг в сторону банка. Если совсем глубоко... Да, вот это... Да, 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 да. Если уж на то пошло, слово односторонний порядок здесь неуместно. Дело в том, что против меня, в том числе и банком, вот этим доблестным Альфа, ведется такая, знаете, прям... Ну не только против меня, а против всего простого населения Российской Федерации ведется диверсия такая, знаете, уничтожение населения. И я, скорее всего, не в одностороннем порядке, а в ответных действиях заявляю о своем решении прекратить все отношения с банком, так как даже договор, подсунутый мне банком... А, подождите, по карте, у меня даже по карте договора-то нет, вы его не удосужились предоставить мне. Так вот, если у вас есть амбиции, если... Нет, нет у меня договора с росписью двух сторон и человека, который имеет право ставить подпись под договором, нет у меня его. У меня есть печать банка и какая-то закорюка, не похожая на автограф абсолютно. Вот. Так вот, если у вас есть какие-то вопросы, претензии, я как клиент, как вы сказали, и если уж вы серьезная структура, вы должны уважать мнение клиента. Хочу, чтобы все эти вопросы вы мне задавали только в судебном заседании. В данном случае вы отказываетесь от оплаты. Я, по-моему, ясно выразился. Да, да, не надо меня пугать этими фразами. Если вы думаете, что эта фраза должна каким-то образом меня на задницу посадить, я вам заявляю. Смотрите. Да. Слышите, там подзарит. Да. Я отказываюсь выполнять условия договора, которые не соответствуют действующему законодательству. Да. Я отказываюсь вносить оплату. На основании статьи 29 федерального закона о защите прав потребителей я отказываюсь это делать. У меня есть на это право, потому что услуга оказана мне некорректно. Здесь в 12-м году пробовали данные услуги, да? Да, да, да. Понимаете, у договора нет какого-то такого фиксированного, то есть подписал и все, почку продай. Договор можно оспорить в любом периоде действия этого договора. И человек имеет возможность, понимаете, повышать свою юридическую грамотность. Опять же, на любом периоде взаимодействия с оппонентом. Так вот, это случилось. Я немножечко, совершенно немножечко посмотрел, изучил и, извините за выражение, обалдел. Считаете, что то, что вы уже успели получить от меня? В чем вы именно не согласны? Я не согласен с тем, что у меня нет договора соответствующего действующему законодательству. Вот и все. Я не понимал, я вам уже это... А вы воспользовались тем, что ваш клиент юридически некомпетентен, неграмотен. Вы совершили неблагородный поступок в отношении клиента. Подсунули мне фантик, который я был вынужден подписать, потому что я нуждался в тот момент в деньгах. Но вы, банкиры, не оцениваете деньги так, как мы простые люди. Для вас они не имеют никакой ценности. Не буквально для вас, барышня, потому что вы тоже работаете за жалкую зарплату. Так как большинство граждан... Да, мы не будем, да? Нет, я же просто, чтобы вы не принимали на свой счет эти упреки. Я просто говорю так, чтобы быть максимально галантным. То есть статус джентльмена не терять. Понятно. Я вашу информацию зафиксирую, что вы даете судебное решение. Да, пускай, если у банка есть какие-то вопросы ко мне, будьте любезны. Соберитесь силами и подайте на меня в суд. А я буду совершенно отчетливо вам заявляю в суде бороться за свои права. Вероятнее всего, я не заплачу вам ни копейки. Это для меня очень выгодно, так как у меня есть уже теперь юридическая компетенция. И есть очень хорошие помощники в лице компании «Алям». Вы, наверное, слышали. Один из крупнейших юридических операторов на территории России. Мне посоветовал очень хороший друг, который получил результаты очень хорошие, благородные. У нас очень много псевдофинансовых организаций, да? Я бы ни в жизни не обратился ни к кому просто так, да. А вы тоже работаете в псевдофинансовой организации, не имеющей ни копейки российского капитала. Про «Альфа-банк» очень много известно. Как они дают в странах Европы людям кредиты под 2% иностранцам. Офис находится и в Польше. Я вот недавно приехал из Сербии. Я даже был в Таиланде и видел рекламу «Альфа-банка». Вот вы говорите, ездите за границу, да? Да-да, и вы мне сейчас скажете, что я не смогу съездить за границу, да? Конечно. Ограничение выезда за границу со стороны судебного пристава – это разыскная мера, ни в коем случае не санкционная. То есть это не наказание. Если гражданин не скрывается от судебного пристава, ему делать нечего, как оформлять новые бумажки. Я был. У меня не только в «Альфа-банке» вопрос не закрытый. У меня еще есть и в «Русском стандарте», и в «Сбербанке», да. Понимаете? И еще кое-где, где у вас нет информации. И уже мне доблестная компания «Алям» привела, это называется, создать условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. А я еще подозреваю, как мне сказали юристы мои, вот они сказали, что «Альфа-банк» редко в суд подает на граждан, которые соображают. А мы уже написали письма в банк. Видите, вы даже не знаете, что письма в банк отправлены. У нас вот нет такой информации. Да у вас и не будет. У сотрудников колл-центра такой информации нет, потому что мы отправляем это в головной офис на имя председателя правления банка. Мы не из колл-центра звоним. Откуда? Это колл-центр, тот же самый колл-центр. Вы же не можете ничего решать, ваша задача уведомить, сообщить о возможных последствиях и все, правильно? А какие же у вас еще полномочия? Как это я ошибаюсь? Ну скажите, в чем я ошибаюсь? Какие у вас еще парочки, а есть возможность не полномочия? Ну и все, ну то есть получить информацию и передать. А больше полномочий. Это инструкции, вы не путайте, это не полномочия. Это не полномочия, это простые инструкции должностные. Вот и все, и не больше. Я вам тоже выложил информацию, которую я в принципе расцениваю как максимально объективной, актуальной и корректной. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Кушайте, как говорят, только не обляпайтесь. До свидания. До свидания. Не судов, а как они говорят, недобровольное взыскание. На самом деле самое, что у меня есть, добровольное и выгодное для любого клиента в течение обстоятельств. Что они изо всех сил скрывают, обзывая все остальное тем самым, скажем так, недобровольным, принудительным способом взыскания. Если просто элементарно, как уже Герпес Адольфович заявил в этом ролике, не чуть-чуть познакомиться с ситуацией, то все это станет совершенно явно. Я вас призываю, ребята, не ленитесь. Друзья, не ленитесь. Познакомьтесь с ситуацией. Поищите в интернете. В конце концов пройдите в описании видео, как я всегда говорю, призываю на наш сайт. Посмотрите видео на сайте. Там четко все по полочкам разложено, как устроена работа кредитных юристов, что мы делаем для того, чтобы человека полностью освободить от финансового времени. Еще у вас есть уникальная возможность, очень скоро будет вебинар бесплатный, где мы будем об этом говорить на протяжении трех встреч, более трех часов на каждой встрече. Все по полочкам разложим, все расскажем вам. Приходите, пожалуйста, откройте глаза в конце концов на все, что происходит вокруг вас. Многие уже освободились, многие уже знают, что на самом деле и как это все устроено. А вот новые подписчики нашего канала, пожалуйста, не поленитесь. Описание видео все есть. Ну и помимо этого ссылочка на нашу группу ВКонтакте, где все ролики до одного дублируются. Ну и подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе. Дайте себе небольшой труд разобраться. Вам же станет легче, комфортнее. Вы не представляете, насколько жизнь приукрасится, приобретет те краски, о которых вы уже забыли. Я вам желаю счастья, здоровья, финансового благополучия. На связи был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании «АЛЯМ». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова